Постановлением главного санврача страны в Североказахстанской области началась вакцинация девочек против вируса папиллома человека. Сегодня ее провели на базе IT-лицея имени Махжана Жумабаева. Прививки ставит врач Третьей городской поликлиники Асель Касенова. Она считает, что любая вакцинация – важная часть жизни любого человека, который заботится о своем здоровье. Вакцинация будет временной и постоянной. Временной – это различные острые заболевания. Постоянно относятся детки с диспансерной учета. Мы проводим в школах лекции, беседы с родителями. Уже проводили в школах такие, как 4-я, 28-я, в планах провести беседы во всех школах. Как врач, я считаю, что вакцинация очень важная. Почему нужно проводить? Потому что нет лечения по вирусу папиллом у человека. Если бы было лечение, можно было бы его лечить. Вообще, вакцинация в мире для этого и создана, чтобы профилактировать, чтобы была профилактика болезней. Согласно постановлению, прививают девочек 11-12 лет. По словам врачей, это наиболее благоприятный возраст. Прививки ставятся только с согласия родителей. Сегодня привиться пришли 4 девочки. Одна из них – Сабина, дочка Сани и Садуб. Прежде чем подписать согласие, женщина полностью изучила эту тему. Ее дети ни разу не пропускали плановые вакцинации, делится Санья. Я думаю, что так как это все является плановым вакцинированием детей в данном возрасте, почему именно в данном возрасте, я, конечно, как родитель начала изучать, прежде чем дать свое согласие. Почему именно в этом возрасте, я думаю, потому что с 11 до 13 лет, именно в это время у детей очень как бы иммунитет сильный. Я посмотрела, то есть, знаем ли сейчас у нас помощник, интернет, захочешь, что там, посоветовалась. У меня есть родственники, которые работают в медицинских учреждениях. Я с ними посоветовалась, спросила, потому что все-таки жизнь моего ребенка для меня – это как бы самое важное. И прежде чем решиться на такой шаг, я сначала узнала всю подробную информацию. Вирус папиллома человека – это группа родственных вирусов, которая насчитывает более 300 видов. 14 из них в 95% вызывают рак шейки матки, а также рак слизистой и рак кожи. Рак шейки матки – второй по распространенности тип онкологии после рака молочной железы. Ежедневно в Казахстане онкологией заболевают 5 женщин и 2 умирают. Единственным методом защиты, эффективным методом является у нас вакцинация. Вакцинация у нас будет производиться и производится вакциной Гордосил. Это американская вакцина, которая четырехвалентная, защищает от четырех типов вируса, которые наиболее часто вызывают у нас рак шейки матки, ну и также от других заболеваний. Вакцина у нас ставится двукратно, ну с интервалом 6 месяцев. Сперва врач будет осматривать пациентку, ну девочку смотреть. Если нет никаких противопоказаний, после этого будет поставлена прививка ребенку. Вакцинация против ВПЧ проводится в 135 странах, а вакцина Гордосил используется уже более 15 лет и уже доказала свою эффективность. Бесплатную прививку можно получить в кабинете любого медицинского учреждения, а также в школах города. На первом этапе планируется привить около трех тысяч девочек. Валерия Сиваш, Вадим Ударисов, МТРК. Валерия Сиваш, Вадим Ударисов, МТРК. Продолжение следует...